В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа посетили готовящийся к открытию центр диспансеризации. Уютно, чисто, светло, полностью укомплектованы объекты и оборудование. В Молокове отметили День православной молодежи. Конечно, в современном таком многообразии, многополярности очень сложно оставаться в своих убеждениях. Участницы губернаторского проекта «Активное долголетие» своими руками мастерят для бойцов маскировочные сети. Сети бесплатно отправляются на фронт по запросам конкретных подразделений. Центр диспансеризации, построенный на территории Видновской районной клинической больницы, готовится к открытию. Проверить ход работ приехали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Это уже третье медицинское учреждение, готовящееся к открытию в Ленинском городском округе в первом полугодии 2023 года. Блок отделения профилактики на территории Видновской районной клинической больницы возвели в рамках пилотного областного проекта «Здоровье Подмосковью». Проверить готовность объекта и узнать специфику его работы приехали депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. В отделении профилактики «Здоровье Подмосковью» смогут пройти первый этап диспансеризации всего за два часа более 60 человек в смену. Это врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-офтальмолог. Можно будет пройти лабораторную диагностику инструментальную, в частности спирографию, электрокардиограмму и провести осмотр в смотровой, а также пройти маммографию и флюорографию. Также здесь можно будет оформить все необходимые справки на получение водительского удостоверения и разрешение на владение оружием и пройти освидетельствование иностранным гражданам. Мы сейчас ведем переговоры с психонаркодиспансером, но проблем в этом не будет. Мы здесь им выделяем кабинет, где у нас здесь сразу на месте будет психиатр-нарколог и не нужно будет навесное. Уютно, чисто, светло, полностью укомплектованы объекты оборудованием, современным медицинским оборудованием. Это пилотный проект для Московской области. Всего таких центров диспансеризации модулей будет в ближайшее время введено в эксплуатацию три. Один – это как раз у нас. Действительно знаковое такое событие для нашего города и округа. Впереди у центра диспансеризации лицензирование и торжественное открытие. Ожидается, что учреждение распахнет свои двери для посетителей уже в апреле этого года. Екатерина Борисова, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ. В середине февраля, в День Средния Господня, традиционно отмечается День православной молодежи. Поздравить молодых людей с праздником приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Владыка поблагодарил молодых прихожан за труды, ответил на вопросы из зала и пожелал неотступно жить по заповедям Христовым. Хоть это и не всегда бывает легко для молодежи. Конечно, сложно. Конечно, в современном таком многообразии, многополярности очень сложно оставаться в своих убеждениях. Но ведь это поначалу так бывает. А с течением времени очень многие люди увидят, что человек очень твердо стоит на своих жизненных позициях, на своих принципах. И тогда его будут уважать. Конечно, это время. Конечно, здесь необходимо набраться терпения. После выступления почетных гостей слово было предоставлено руководителю православного лагеря «Фавор» Никите Пустовалову. Он поговорил с молодежью об интересах и выцерковлении, о доверии и авторитете. В этом лагере молодых людей к православию привлекают добрыми делами. За несколько десятилетий существования «Фавора» его посетили тысячи ребят. Мы стараемся показать детям адекватное православие. Мы помогаем им решить внутренние проблемы, иногда даже проблемы с родителями. И родителям помогаем решить проблемы с детьми. Мы учим ребят работе руками. Они участвуют в процессе приготовления пищи, учатся рубить дрова. Кто-то впервые чистит картошку и режет салатики у нас. Походы различные проводим. Дети учатся также разводить костры, ходить на байдарках, на сабордах, на рафте, в пешие походы. Праздничная встреча продолжалась более полутора часов и завершилась вручением подарков. Участницы губернаторского проекта «Активное долголетие» своими руками мастерят для бойцов специальной военной операции много полезных изделий, в том числе маскировочные сети. К процессу подходят с большой ответственностью и от чистого сердца. Юлия Погасьян расскажет подробнее. Несколько раз в неделю участницы программы «Активное долголетие» приходят сюда, в Центр социального обслуживания «Домодедовский», чтобы внести свой вклад в поддержку специальной военной операции. Работа нетрудная, но это лишь на первый взгляд. На самом деле она требует немало времени, физической отдачи и терпения. Сейчас все силы брошены на оплетение маскировочных сетей. Для них не существует вопроса, кто прав, кто виноват. Наши ребята в окопах, им надо помочь. Все, точка. Сети бесплатно отправляются на фронт по запросам конкретных подразделений. У нас сейчас выполнена на данный момент 21 заявка. Сети градируются по трем критериям. В зависимости от сезона меняется цветовая гамма. От ярко-зеленой до белой. Размеры техника плетения тоже разные. На изготовление одной уходит минимум день. Вот у нас закройщица Наташа, а мы все ее подсобные рабочие, как говорится. Мы на подхвате. Координируют работу волонтеры федерального движения «Золотые руки ангела». Сейчас на территории Ленинского городского округа у проекта три отделения. В поселке Развилка, в центре Домодедовский и в кинотеатре «Искра». Нам нужны люди, которые могут приходить, резать стропу для носилок, резать ткань на ленты для того, чтобы плести маскировочные сети. Кто-то может профинансировать закупку этих материалов. Внести свой вклад в общее дело по силам каждому. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. В Расторгуевской библиотеке проходит выставка дендролога Николая Будишевского «Дивный мир шишек». На экспозиции представлено более 70 видов плодов хвойных деревьев. Одной из первых полюбовалась необычными экспонатами наша съемочная группа. Дендролог Николай Будишевский стал коллекционировать шишки несколько лет назад после поездки в Болгарию. Из путешествия он привез более 15 видов. Когда у меня набралось порядка 45 видов, я стал делать виртуальную выставку у себя в соцсетях. И после этого начался обмен шишками тоже, кто любители. Сильно пополнилась коллекция. Идея организовать выставку «Дивный мир шишек» в библиотеке пришла к Николаю после посещения экологической фотовыставки Марии Аргир. Он просто зашел в нашу библиотеку посетить Марии выставку. И мы познакомились, узнали, что человек очень интересный, у него огромная коллекция шишек. И мы решили вот такую замечательную коллекцию выставить, чтобы наши дети смотрели, чтобы было интересно и не только детям, и взрослым. Специально для необычных экспонатов сотрудники библиотеки и читатели сделали стеклянный стеллаж, чтобы посетители смогли лучше рассмотреть 78 видов шишек из четырех семейств. На открытии экспозиции побывали учащиеся в видновской школе номер пять. Для ребят автор коллекции провел небольшую экскурсию. Из Северной Америки, Европа, Северная Африка, Азия вплоть до Японии. Ну, практически все северное полушарие. Школьники узнали много интересного о хвойных растениях, но особенно детей порадовала возможность подержать в руках огромные, по их словам, плоды, которых они раньше не видели. Вот я когда пришла сюда, вот я посмотрела там на шишки. Мне очень понравились шишки, которые там есть большие, ну и маленькие. Вот когда я их увидела, я подумала, интересно, откуда вы они взялись, вот такие, ну, большие шишки. А маленькие шишки я подумала, что они взялись, ну, из деревьев, ну, которые там есть. Данила Востряков – постоянный посетитель мастер-классов, которые проходят в Расторговской библиотеке. Признается, что необычная выставка произвела на него большое впечатление. Понравилась мне эта выставка. Шишки всякие. Много я таких шишек не видел, таких вот больших. А сама библиотека, ну, мне тоже нравится. Книжки я отсюда беру иногда. После знакомства с выставкой ребята поучаствовали в экологической викторине. За правильные ответы каждый получил небольшой сувенир. Сложный вопрос. При таком многообразии видов голосеменных у нас растет только еле обыкновенная, сосна обыкновенная, ну, листья мастер-классоверская. Почему? Потому что тут климат не такой. Если вы зайдете в лес, там только вот… Потому что тут для некоторых шишек климат не такой. В завершении мероприятия дети смастерили поделки из шишек. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова